Ну, я не буду начинать вот эту всю историю. Которые в носках, на скамейках стоят, или с женщинами, которые в белой одежде выходят. Нам приводили вас в пример, что вот, посмотрите как надо. Нормально умеют доводить ребята до конца дела. Ребята, вы сейчас действуете, как вот в лукашенковские структуры вы действовали. Насколько она должна быть огроменной, сильной. Я замечаю, что демократия еще учится и учится. Мы хотим принимать лучшие практики, мы хотим находить какую-то поддержку. Вы успеваете бороться с диптатурой, с колониализмом, еще и с патриархатом. Я очень горжусь тем, что это показывает именно какой мой народ. Потому что они действительно такие. Эскимо по три копейки. Дружба народов. Коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Отеколон». Всем привет! С вами Баштан Башта. Это подкаст «Отеколон». У меня сегодня в гостях Алина Харрисова. И я позволю ей рассказать о том, чем она занимается. Угу. Всегда такой самый неловкий момент. Да, всем привет. И я политологиня. Я участвую в белорусской политической жизни. Также вхожу в молодежный совет США. Являюсь европейской молодой амбассадоркой. Вот. Короче, занимаюсь всем и ничем. По чуть-чуть. Но да, политическая активистка прежде всего. Угу. Угу. Расскажи, пожалуйста, просто для нас, для живущих в Кыргызстане, да и вообще в целом, я думаю, вне Беларуси, очень сложно сейчас трекать вообще, как сейчас выглядит ситуация. Вот как бы ты описала её для людей вне контекста? Тут нужно понимать, были ли люди в контексте в 2020 году. Тогда всё-таки это был мой наиболее такой шумный момент. И 2022 год очень сильно повлиял на то, что развивалось после 2020 года. В 2020 году у нас произошли выборы. Выбрать нам никого так и не дали. Всё было полностью сфальсифицировано. Даже не сфальсифицировано, просто было написано цифры, которые захотели определённые люди. С тех пор у нас ужесточаются, ужесточаются репрессии. И из-за того, что в 2022 году Беларусь позволила использовать свою территорию России, при этом это правительство, которое сделало такое решение, оно не пользуется поддержкой в Беларуси. Репрессии всё больше и больше начинают ужесточаться. А Европа и цивилизованный мир всё больше и больше закрываются от Беларуси. Ну вот, наверное, если вкратце рассказывать, то так. И у нас разделилась ситуация... У нас ситуация такая, что правительство разделилось, можно сказать, на две части. Есть люди, которые сидят в Минске, я их не осмелюсь называть правительством. Есть правительство в изгнании. То есть это национальная лидерка Светлана Тихановская и структуры, которые принадлежат тоже к демократическим силам. Это называется такая структура «Объединённый переходный кабинет». Она, если очень упрощённо говорить, пытается заменить функции министерств. Есть Координационный совет, который тоже, если очень упрощённо говорить, пытается заменить функции парламента. Конечно, там никакого законодательного процесса мы не можем делать, но все функции, которые возможно заменить, эти структуры пытаются заменять. Потому что цивилизованный мир признаёт только демократическое движение, оно не признаёт тех людей, которые, можно сказать, оккупировали Беларусь. Вау, то есть так получается, что как будто готовите всё к тому, что будет, когда это всё уйдёт, да? Да, мы ждём демократических перемен, потому что тут можно сравнение привести с Россией. Там есть определённая поддержка у того правительства, которое сейчас в стране. У нас в Беларуси совершенно не такие цифры. Это показал 2020 год, а это показывает всё, что происходит после 2020 года. Это даже констатирует этот факт, что Беларусь не вмешивается напрямую в военный конфликт, потому что если людям сказать идти туда, никто не пойдёт. Ну, есть определённый пласт людей, который пойдёт, но это настолько меньшинство, оно не сравнится с той же Россией. И в такой ситуации, ну да, нам просто приходится готовиться к тому, что когда произойдут перемены, когда откроется вот это окно возможностей, нам нужно быть готовыми не строить всё с нуля, потому что нужно понимать, что там после диктатуры, какой бы режим ни был следующий, будет очень тяжело. После 30-летней диктатуры она ещё будет длиться несколько лет. И для того, чтобы не начинать всё строить с нуля, нужно хотя бы какой-то фундамент подготовить, на основе которого можно что-то строить. И для этого там демократические силы тоже консультируются с другими странами, которые уже более опытны в построении демократических структур и демократического общества. Для того, как правильно, там, я не знаю, решить вопрос с Конституцией после этой диктатуры, как правильно сделать налоговую систему и так далее, и так далее, вообще в разных областях консультируются. Также находят своих экспертов, потому что экспертов белорусов и белорусок очень много тоже в мире, которые уехали, там, учились где-то тоже за границей, и они сейчас готовы вовлекаться в эти все процессы. И, то есть, да, мы стараемся именно построить вот этот фундамент, чтобы переходный период был более лёгкий. Вау, мне кажется, это настолько лично меня сейчас питает изнутри, потому что вот эта вера, я бы даже сказала, абсолютная уверенность в то, что эти перемены придут, они близко, и буквально переход на следующую стадию подготовки вот этого фундамента, ну, это действительно вдохновляет. Ну, история циклична, то есть, я думаю, что перемены должны прийти, любые диктатуры, они падают, всегда плохой период заканчивается и сменяется на хороший. Может быть, это звучит по-идеалистке, но нужно быть готовыми как минимум. Знаешь, я помню то, что происходило в 2020 году. Очень много людей из моего окружения, мы все вместе следили, и очень сильно, на самом деле, в начале всего этого вдохновлялись белорусским народом. Вот эти все фотографии с людьми, которые в носках, на скамейках стоят, или с женщинами, которые в белой одежде выходят. Ну, это было настолько, знаешь, была как будто бы такая уверенность, что, вау, можно делать перемены вот так, по-доброму, потому что у нас тоже было очень много, скажем, да, 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 да. Но потом как раз-таки наступает момент вот этого хаоса, и после хаоса приходит что-то, что как бы ты никогда не знаешь, что после него придет, да. А вот этот метод такой мягкой силы, я бы даже сказала, он очень сильно нас вдохновлял, и когда, когда вот этой огромной машине удалось это все подавить, это вот насколько она должна быть огроменной, сильной и просто не перестающей, чтобы вот, чтобы подавить вот такое. Ну, тут вообще есть два фактора. То есть один это то, что у нас милиции, на душу населения, их гораздо больше. Их в 10 раз больше, чем в европейских странах, в 2 раза больше, чем в России. То есть это силовая машина, она действительно огромная. И второй фактор — это поддержка России, потому что, ну, уже доказанные факты того, что Россия вмешивалась в 20-м году в то, что происходило в Беларуси. И, конечно, с такой поддержкой, ну, такой армией, такой силовой структуры, как в России, было, да, просто подавить мирный протест. Я лично сама очень сильно горжусь белорусами. Я горжусь за то, что у нас был именно мирный протест. Да, там, ну, в любом протесте, в самом мирном протесте будут какие-то единицы радикалов. Но как именно явление, это был мирный протест. И я очень горжусь тем, что это показывает именно, какой мой народ. Потому что они действительно такие. Эмпатичные... Ну, я не буду начинать вот эту всю историю. Тут не говорится о том, что есть плохие методы или хорошие методы. Просто мне действительно понравилось, что это был именно мирный протест. И есть примеры того, что мирные протесты, они тоже одерживали победу. Вот. Но я лично считаю, что это всё-таки не конец. То есть нас не подавили, и протест не проиграл. Конечно. Потому что то, что началось после 20-го, и то, что это тянется до сих пор, то, что до сих пор Лукашенко не признаётся, то, что до сих пор вот это демократическое движение, оно живёт. То, что люди... У них есть надежда. Да, они супер запуганы. Да, репрессивная машина внутри Беларуси просто ужасные обороты набрала за эти годы. Но, тем не менее, я думаю, что это было как начало, и это уже была наша победа. То, что это не остановилось на 20-м году. То, что люди не забыли. У нас очень много было разногласий с некоторыми международными акторами. Особенно часто это прилетало, например, от украинцев, что вот, не дожжали, нам приводили вас в пример, что вот, посмотрите, как надо. Нормально умеют доводить ребята до конца дела. Но тут, опять же, нет хорошего и плохого метода, если это подходит ментальности народа. Менталитет тоже, конечно, спорная вещь, но если это подходит просто ситуации, лучше идти мирным путём, на мой взгляд, в Беларуси. Ты сама живёшь сейчас вне Беларуси? Да, уже почти пять лет. Я выехала до 20-го года, я возвращалась в 20-м году. В 21-м последний мой визит был в Беларусь. То есть я участвовала, видела всё, что происходит. Вот, но да, я выехала в 19-м ещё. Живу сама в Германии. Скажи, пожалуйста, а как работает вот эта система? Вот ты говоришь то, что вы строите вот этот фундамент, да? То есть, условно говоря, структуры, которые могут потенциально, когда произойдут демократические изменения, заменить, условно говоря, то, что есть. Как вообще вы пришли к такой консолидации? Ну, конечно, там есть разрозненность тоже внутри. Это звучит как бы очень радужно, но есть же люди, которые, например, придерживаются более, я не знаю, правых взглядов, более левых взглядов. И как раз процессом консолидации идёт создание вот этих структур для того, чтобы создавались площадки, где можно находить компромиссы. Потому что как цель у нас одна — демократическая, свободная Беларусь. То есть можно ругаться сколько угодно, иногда это доходит до какой-то ругани, но важно просто понять и вернуться вот к этому истоку, к этой цели, и понять, что нужно прийти просто к разговору, к диалогу и выйти на какое-то единое решение. Не все ими остаются довольны, но так работает демократия, поэтому нужно и учиться. Я замечаю, что демократия ещё учится и учится даже у тех людей, которые вот в этом демократическом движении, потому что, я думаю, будет знакомо, что когда вы живёте сразу под гнётом Российской империи, потом Советский Союз, потом ещё собственная диктатура, откуда учиться к культуре демократии? Поэтому это ещё будет долгий процесс. У меня всё-таки, я не знаю, может быть, будет звучать слишком самоуверенно, я не знаю, лицемерно, но из-за того, что я приехала в Германию в достаточно юном возрасте, достаточно сильно на меня повлияла эта культура. И я некоторые вещи, они меня прям триггерят. Я прям такая, ребята, вы сейчас действуете, как вот в лукашенковские структуры бы действовали. Вот. Но да, главное об этом тоже не молчать, потому что уже домолчались до определённого момента в Беларуси. Да, я понимаю, о чём ты говоришь. Ты знаешь, когда ты вот говоришь о том, а где учиться демократическим структурам, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что ты сказала именно структурам, потому что, например, в Кыргызстане, что меня немножечко смущает, да, то, что иногда может происходить такое, что приходит кто-то извне, кто-то условный извне, да, это может быть кто угодно. И методами, своими формами говорит о том, что как будто бы мы не знаем, что такое демократия, и поэтому мы должны научиться демократии извне, да, то есть как будто бы это что-то принесённое. Но на самом деле очень много, очень много ценностей в самой культуре кыргызской являются демократическими. То есть мне кажется, что, например, для нас, для кыргызского контекста, мне кажется, что нам важно понять то, что демократия, она есть уже в нас самих, мы просто должны её как бы вытащить и понять, что работает для нас конкретно. Вот. Ну тут с такой политологической точки зрения, я бы сказала, что классно было бы совмещать, потому что это всё вот эта пропаганда, на самом деле, навязанная нарратива о том, что вот к вам приходят люди, учат вас, как делать и так далее. Это не так работает. Тебе не промывают мозг, они говорят, что вот типа иди пропагандируй, чтобы у нас там было, как в Америке. Мы тут все под Америкой, мы тут спонсируемся, нам дают миллионы. Нет, это вообще не так работает. Если людям рассказать, как всё это работает, они ужаснутся и скажут, нет, мы бы никогда таким не занимались. Потому что это идёт от внутреннего желания именно самих людей, которые из Беларуси, например, из Кыргызстана, о том, что мы хотим учиться у лучших, мы хотим принимать лучшие практики, мы хотим находить какую-то поддержку. И тогда, когда ты доказываешь, проходишь через 10 кругов ада о том, что тебе действительно это нужно, ты получаешь какую-то поддержку. В первую очередь, там какую-то консультацию, помощь типа именно информационную. Да, получается там какая-то и финансовая поддержка, но это всё именно от внутреннего желания людей из этой страны. И после того, как они докажут просто миллиард раз о том, что им действительно это нужно. И да, конечно, классно цепляться за какие-то тоже исторические примеры того, что эта страна, она изначально демократическая. То есть то, что вам привили жить в авторитарном обществе, это не есть так. Если вот возвращаться в белорусский контекст, я очень люблю говорить о том, что мы европейцы, потому что, к сожалению, сейчас европеец воспринимается как гражданин Европейского Союза. Нет, Беларусь находится в Европе. И то, что нас убирают от неё исторически во время правления Лукашенко, невыгодно говорить о том, что наша история, она связана как-то с Европейским Союзом. Нашу историю начинают преподавать вот от момента, как мы вошли в Советский Союз, и вот всё, вот мы вот здесь вот связаны с Россией, и всё, там у нас всегда враги были. Только нас там оккупировали до этого, и так далее, и так далее. На самом деле это не так. Беларусь была очень важной частью, в этом регионе было Великое княжество Литовское. Речь Посполитая. Это страны, которые показывали... Ну, конечно, это не та демократия, о которой мы говорим сейчас, но это показывали они демократический пример веками назад. И нужно вспоминать этот контекст, нужно говорить, что вы были первоочерёднее в каких-то демократических процессах, чем те страны, которые сейчас являются такими заповедниками демократии. Там та же самая Германия, там гораздо позже произошли такие перемены. А сейчас мы воспринимаем Германию как один из примеров лучшей демократии. Так вот, вы посмотрите свои корни, посмотрите, демократия живёт в вас. Или там про европейцев. Вот у меня есть тут подвеска. Часто люди, которые не из Беларуси, они думают, что это Беларусь, но это европейский континент. И это именно континент, потому что я очень не хотела Европейский союз, там везде можно найти Европейский союз. Я хотела, чтобы это было вместе с Беларусью. И вот для меня это символично. Ещё иногда здесь Беларуську вешаю ниже. Потому что мы часть этой культуры. Вот. И да, нужно учиться друг у друга. Я бы так сказала. Вау, то очень интересно. И это действительно в контексте Беларуси я понимаю и вижу, как всё, что ты говоришь, make sense, да? Ну, например, в контексте Кыргызстана, что интересно, я ни в коем случае не сравниваю, но... Сравнивать интересно. Сравнивать тоже может быть интересно. Просто, например, мы никогда не были частью Европы, ни как континента, ни как союза, да? И очень сложно пытаться отождествлять себя с чем-либо таким же сильным, большим. И, наверное, поэтому очень много людей, на самом деле, в Кыргызстане могут поддерживать Россию. Потому что вот это вот желание быть под каким-то протекшном, ассоциироваться с чем-то большим, чувство того, что ты по-любому являешься пешкой, и поэтому нужен какой-то большой брат, оно, к сожалению, оно до сих пор не ушло. И мне кажется, именно поэтому я понимаю вот этот вопрос очень часто о том, что мы уже enough, уже в нас есть то, что мы можем вытащить. Оно было с самого начала. Мы, может быть, enough, даже и в одиночку, да? То есть вот эта вот надобность привиться к чему-то очень большому, она как будто бы в нашем контексте может иногда срабатывать нехорошо, очень нехорошо. Но это же тоже, сама понимаю, что это именно постколониальное или даже колониальное мышление. Потому что эти нарративы, они до сих пор развиваются, к сожалению, пропагандой, российской пропагандой либо пророссийской пропагандой. Потому что в Беларуси это тоже постоянно существовало, о том, что страна совсем маленькая, она вообще ничтожная вот в контексте России, просто тут рядышком, как маленькая губерния. И так, такой нарратив, он распространялся по отношению ко всем вообще постсоветским каким-то странам и во время Советского Союза, и после него, и до сих пор распространяется. И почему я считаю, что это неправильно сравнить даже то же самое население? Почему мы смотрим на страны с развитой экономикой, какой-то те же самые европейские страны, мы берем Эстонию, Литву, Латвию, мы знаем про эти страны, мы считаем их классными акторами, при этом их население, оно в несколько раз меньше, как и Беларуси, так и Кыргызстана. Почему мы считаем, что мы хуже? Мы не хуже, просто у тех стран получилось отделиться от России, потому что они считают, что период советского времени была оккупация, они сумели очень быстро вернуться к своим историческим истокам и привить вот эту национальную гордость, о том, что, знаешь, здоровый национализм, национализм в здоровой мере, о том, что мы действительно достаточны. Нам не нужен никакой большой брат, просто не лезьте к нам, и мы сами у себя сделаем так, как надо. И тут нужно тоже в контексте России понимать, с чем мы именно хотим себя отождествлять, потому что, по сути, там, ну, по сути, мы отождествляем себя с чем-то большим, но это большое состоит из таких же маленьких частей, которые просто были немножко слабее, и их поглотила эта большая система. Потому что, по моему скромному мнению, это страна, которая до сих пор, которая, ну, внутри себя имеет колонии. Я за то, чтобы они становились свободными, либо хотя бы максимальную автономность приобретали, там уже как сами решат. Не мне белорусские в это лезть. Вот. У меня очень много вопросов к, например, там, лозунгам «Россия будет свободной». Я очень люблю с российскими активистами на эту тему разговаривать, потому что, ну, конечно, это не говорит, что я там против российских активистов, это все класс. У нас тоже одно видение, как бы одна цель большая, Россия без определенного человека. Вот. И я поэтому с ними люблю поговорить. А что такое Россия? Какая именно Россия свободная? Свободная от кого? Какие части от кого свободные? Может быть, некоторые части хотят освободиться от России. Вот. И у них очень сильно делится мнение по этому поводу. Вот. Да, это очень интересная отдельная тема, особенно для меня, как для азиатки. Для меня тоже эта тема очень важна и интересна. Вау. Мне очень сильно хочется... Было ли что-то такое, что ты хотела бы проговорить, но еще не сказала? Ну, вообще, вот мы вчера сидели и затрагивали эту тему, например, про символы. Пока здесь вот вечером сидели. О том, что очень мало людей вообще слышала, видела в Кыргызстане, например, о том, что у нас белокрасно-белый флаг на самом деле, или там герб погони. И вообще, что это значит. И самое обидное, что европейцы что жили-то не знают. Хотя они как бы какие-то первые партнеры у нас идут. Ну, кто поддерживает сейчас, кто признает демократическое движение. И это настолько сильно обидно, когда, я не знаю, мою какую-нибудь организацию белорусскую, которая борется за демократию в Беларуси, активистов, которых там сажают и бьют под вот этим флагом зелено-красным, вот пишут там название организации, и рядом мешают вот этот флаг зелено-красный. По сути, сейчас мало кто помнит, но у этих флагов есть определенная история. У каждой советской республики был сделан флаг из советского флага. То есть брался просто красный, добавлялась какая-то там полоса либо еще что-то, которое символизировало какой-то природный ресурс. И вот это был флаг этой республики. И из всех стран осталось только у Беларуси вот этот вот символ, советский флаг и зеленая полоса. Почему-то все остальные советские республики тоже позабывали про свои вот эти флаги, но да, классно помнить об этом в контексте Беларуси. И, собственно, в 90-х годах все еще был белокрасно-белый, такой, как должен быть. Лукашенко под ним принимал присягу. Потом он его поменял, потому что он очень большой фанат Советского Союза. Человек там был рожден, вот эта вся ностальгия. Много таких ребят у нас в странах бывает. Вот. И да, поэтому круто, если люди за пределами Беларуси будут тоже уважать, например, национальные символы, не будут говорить, что это за флаг, вообще такого нет. Вообще было бы очень круто, чтобы такие появились, там, эмоджи тоже где-нибудь в клавиатуре, но это прям уже что-то за гранями, за гранями мечтаний. Мне интересно обсудить, как у вас языковая ситуация сейчас, а может быть, тоже сравнить эту ситуацию. Да, мне кажется, в плане языка ты имеешь в виду русского языка? Да, русский и кыргызский, то есть, как, насколько сильно отличается количество носителей и какой больше в обиходе? Да, больше всего людей, конечно, разговаривают на кыргызском. Люди, которые говорят по-русски, живут в основном в Бешкеке, Ваше или в других, как бы, более-менее больших городах. Тем не менее, русский язык, он очень много встречается в официальных документах, в заявлениях, то есть, он, он, по сути, везде. А это законно, то есть, закреплён у вас как национальный, только и кыргызский? У нас же русский язык официальный язык, а кыргызский государственный. Окей, интересно. Да, да, да. При этом русский язык является довольно большой привилегией в Кыргызстане, потому что очень часто, например, условно, человек приехал из какого-то региона в столицу, в Бешкек, и ищет работу, скорее всего, его не возьмут, если он не знает русского языка. То есть, очень, очень большая привилегия. Плюс, количество информации вообще в целом обо всём, которое доступно, она, конечно, у тебя есть больше возможностей, если ты знаешь русский язык. А на кыргызском языке маловато всего-всего, но очень много сейчас есть людей, которые занимаются активизмом в плане кыргызского языка. то есть, они продвигают кыргызский язык всё больше и больше, они делают словари, улучшают переводчики, люди, которые снимают контент там в Инстаграм, на Ютуб, исключительно на кыргызском языке. Да, то есть, между этими двумя группами, русскоязычных и кыргызскоязычных, всё равно строятся мосты, и их становится всё больше. Особенно с начала войны этот момент, он всё усиливается и усиливается. Вот понимаю. А школы, университеты как? Школы, университеты? Ну, у нас в школах есть русские и кыргызские классы. Я училась в русском классе, причём русских классов у нас было около четырёх, а кыргызский класс был один. То есть, вот настолько. И русские классы всегда считались как бы крутыми. Да, крутыми, а кыргызские наоборот как будто бы оставались знаешь, маргинализированным каком-то... Есть у вас такое отношение, что это как бы язык периферии, Конечно, да, конечно. Такое, к сожалению, есть. Я сама тоже выросла больше как русскоязычная и уже в более осознанном возрасте я начала возвращаться к кыргызскому. Сейчас всё своё творчество веду на кыргызском языке, то есть я пытаюсь тоже сама как-то тянуться, понимая, что образовался достаточно большой гэп. Угу. Окей. Ну, у нас ситуация в некоторых аспектах похожа. а что... Сейчас ещё последний вопрос. А что у вас правительство в отношении кыргызского языка делает дольше? То есть они больше как промоутят возвращение к нему? Мне кажется, они не особо против этого, то есть они совсем даже не против, они сами говорят в основном на кыргызском языке, но я не думаю, что это делается прям осознанно-осознанно, чтобы промоутить, просто это их, наверное, рабочий язык всё-таки. Но при этом чтобы предпринимать решительные шаги в ту сторону, мне кажется, возможно, они чуть-чуть боятся, потому что как только мы там решаем переименовывать улицы или вообще чуть больше склоняться в сторону нашего собственного языка... Большой брат будет зол. Вот. Большой брат будет зол, и постоянно кому-то там есть что сказать, и скорее всего они чуть-чуть побаиваются. Окей. То есть такая нейтральная больше позиция. У нас получается ситуация такая, что белорусский был после признания независимости Беларуси после Советского Союза, распада Советского Союза, был белорусский как единственный официальный, государственный. Потом Лукашенко вместе с флагом он поменял ещё язык. То есть у нас после этого, после прихода его ко власти, русский белорусский государственный языки. И вот с тех пор началась сначала мягкая, потом жёсткая русификация. То есть изначально были ещё там школы какие-то в перифериях, например, на белорусском языке. Сейчас их практически не найти. Школы практически все на русском. Там есть два урока белорусского языка в неделю. Но это всё, и это по сути максимум, который ты можешь себе позволить говорить на белорусском языке. Потому что часто белорусский язык... В общем, из-за того, что оппозиция больше продвигает... Вот демократические силы продвигают использование белорусского языка, возвращение к нему, чтобы у нас тоже в Конституции был закреплён белорусский. Из-за того, что тоже 22-й год повлиял после того, как Россия вошла в Украину, как эскалировался вот этот вот конфликт, который был с 2014-го, у нас люди тоже начали больше возвращаться к белорусскому, но это происходит на уровне соцсетей, на уровне оппозиции, тех, кто не боится говорить, на уровне некоторых семей. Если ты говоришь на улице на белорусском, это как бы символ того, что ты не поддерживаешь текущую политику государства, не поддерживаешь того человека, который поменял Конституцию в Конституции на белорусский, на белорусский и русский. Вот. И это как бы явно признак того, что ты как бы инакомыслящая или инакомыслящий. И некоторых людей задерживают даже просто за белорусский на улицах. Вот. В университетах вообще ноль программ на белорусском. Даже есть предметы, которые исторически должны были вестись на белорусском языке, и там профессоры есть, которые вообще белорусский не понимают, приглашённые, например, либо никогда не говорили на белорусском. То есть вот это очень сильное истребление белорусского, оно прям очень сильно заметно, но активистов больше становится. Вот это вот меня радует. Музыкантов больше становится, особенно из-за того, что это свободные люди, которые больше всего уехали. А уехало огромное количество людей после 2020 года. Вот. То есть 9,5 миллионов у нас населения страны. и уехало вот 500 тысяч по политическим причинам точно, и плюс ещё всякие айтишники и так далее, их можно тоже в дополнительную как бы пришплюсовать к этой цифре. И если просто убрать какой-то процент там детей и взрослых пенсионеров, то есть понятно становится, что рабочей силой и именно интеллигенции их уехало просто огромнейшее количество. И туда же входят люди творчества, но они хотя бы начинают творить за границей на белорусском языке. То есть YouTube начинает развиваться, музыка, как я уже сказала, стендап на белорусском начал развиваться, вот это вообще вау. Да, в Варшаве ребята недавно открыли клуб, стендап-клуб на белорусском, забыла, как называется, но ещё там было объединение белорусских стендап-комиков до этого, пан-стендап, вообще очень круто. Вот. Им в своё время там помог тоже в самом начале Слава Комиссаренко, может быть, его знаешь, раскрутиться. Короче, я безумно рада тому, как минотворчество начинает раскручиваться, и что, по сути, те люди, которые выехали из-за несвободы людей, которые внутри страны, они создают для людей внутри страны контент. Вот. Это прям круто. Это очень круто. Это офигенно. Ты знаешь ещё, что я хотела спросить, или хотя бы как минимум упомянуть, тот факт, что я вижу, что очень много, большая представленность женщин вот во всём в этом, о чём ты сегодня рассказывала. Как бы мы понимаем, что патриархат тема как бы вездесущая, и очень сложно от этого избавиться где-либо, даже в самых демократических сообществах. как ты себя чувствуешь как женщина, которая вот в этом во всём сопротивлении? Зависит, где именно. Вот. Потому что, как ты сказала, патриархат вещь вездесущая, и очень часто не только даже сексизм, ещё и эйджизмом это всё сопрягается. То есть, из-за того, что там, я молодая девушка, я слышала несколько раз в свою сторону такие высказывания, что, что она знает, она вообще маленькая девочка, ничего тут, маленькая глупенькая девочка, вот. Никто не смотрит на то, где ты училась, какой у тебя опыт, что ты сделала, смотрит на твой пол и возраст. Да, роль женщин действительно важная, и я бы сказала, что, если, например, сравнивать отношения к женщинам и участие женщин вот в той Беларуси, которая сейчас в Минске, и та Беларусь, которая вот здесь развивается немножко обособленно, то это два разных мира, конечно. Это не говорит о том, что в этой Беларуси, которая выехала, там нет места для улучшения, его очень много, его будет всегда много везде, но в то время, когда роль женщины утилитарная в Беларуси, тут женщине надается вес, голос, да, нужно громче кричать, но тебя услышат, вот. Вау. То есть вы успеваете бороться с диктатурой, с колониализмом, еще и с патриархатом. Это реально, ну, это огромная вещь, это реально очень энергозатратно, я думаю, что ты занимаешься этим фулл-тайм, насколько я понимаю. и спасибо большое, что вы продолжаете, я очень сильно надеюсь, что мы будем смотреть друг на друга и вдохновляться друг другом, чтобы поскорее произошли настоящие демократические изменения в наших странах. Спасибо тебе, на самом деле, вот эта вот вещь, которую я бы очень хотела продвигать, что это очень зацеплено на том, что мы обсудили, что мы уже достаточны, и из-за этого нужно смотреть друг на друга тоже, как на полноценных партнеров, стран партнерок, потому что сейчас мы смотрим на больших братьев, либо в одну сторону кинуться, либо в другую, а можно искать партнеров друг в друге, и это было бы здорово. Это было бы очень здорово. Спасибо большое всем, что смотрели наш подкаст, пишите в комментариях свое мнение, увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok